Всем привет! В этом видео вам покажу, как можно избавиться от некоторых настроек, которые желательно подключать на вашем телефоне, чтобы не было никакой слежки, чтобы вы видели меньше рекламы, а также можно настроить некоторые возможности, чтобы телефон меньше загрязнялся различными файлами, которые приходят автоматически и сохраняются на вашем смартфоне. И в то же время, подключав некоторые настройки, можно добиться лучшей автономности вашего телефона, так как отправка различных отчетов занимает некоторые ресурсы телефона и ваш интернет-трафик. Все эти настройки мы будем делать на вашем вайбере, потому у кого установлен вайбер и вы ним очень часто пользуетесь, то обязательно посмотрите это видео. Думаю, для вас оно будет более-менее полезным и, возможно, вы для себя что-то откроете новое. Смотрите, вот находится наш вайбер, мы его открываем. Далее нам нужно зайти в наше меню, далее настройки. И смотрите, первым делом, что нам нужно, это конфиденциальность. Именно большинство настроек находится в этой строке. Мы открываем ее. И, кстати, сейчас то, что я делаю, установлено у меня по умолчанию. Потому, скорее всего, у вас будут точно такие же настройки и вы уже будете решать, отключать вам их или нет. Все настройки я пересказывать не буду, но вот смотрите. Есть настройка использовать P2P. Это технология, которая улучшает качество связи, но раскрывает собеседником ваш IP-адрес. Конечно же, у нас автоматически это все стоит и якобы связь должна быть лучше, но на самом деле, если вы эту галочку уберете, то разницы вы абсолютно никакой не заметите. А собеседник ваш, если захотит, любое сообщение, которое вы отправляете кому-то, он может перепроверить IP-адрес, через какой вы сидите и где вы находитесь, в каком городе и что делаете. Я думаю, что вы бы не хотели, чтобы за вами кто-то следил, отслеживал ваше местоположение. Это мы отключаем. Далее, есть такая настройка, как разрешить рекомендации. Предлагать ваш контакт пользователям Viber, которые могут вас знать. Если кратко, то когда какой-то человек устанавливает себе Viber, то его номера телефонов анализируются, и если ваш номер есть где-то в списках, то ему будет предлагаться ваш контакт, чтобы он написал вам лично и добавил вас в друзья. Если вы не хотите, чтобы ваш контакт рекомендовался различным людям по схожим интересам, то, конечно же, отключите вот эту галочку, и больше никогда ваш контакт не будет рекомендоваться вашим знакомым или знакомым-знакомым, или так далее. То есть, это может быть бесконечное дерево событий, и ваш контакт могут получать даже те пользователи, которые вас даже не знают. Я, конечно же, порекомендовал бы это всё отключить. Далее, смотрите, заходим в личные данные. И у меня активировано здесь три галочки. Самое первое — это собирать аналитику. Мы собираем данные о работе приложения, чтобы сделать его ещё лучше. Конечно же, тут понятно, что скрытым смыслом собираются данные различного рода и переписка, и чем вы интересуетесь, в каких группах состоите. То есть, это всё сбор аналитики и личных данных. Это всё отправляется разработчику, и, скорее всего, на основе этого вы получаете какую-то рекламу. Это мы обязательно отключаем, чтобы не было никакой слежки. Дальше использовать геолокацию. То есть, это приложение имеет прямой доступ к вашему местоположению. Я думаю, что никто не хочет, чтобы за ним следил кто-то, и каким образом это всё происходит. Допустим, вы отправляете кому-то сообщение, и если открыть это сообщение, то в его подробностях будет привязка к данным геолокации на карте. Потому это тоже обязательно отключаем. И есть ещё один пункт. Это персонализация контента. Контент в приложении будет соответствовать вашим интересам. Это, конечно же, тоже реклама, но тут уже решать вам, отключать её или нет. Потому что, если галочка стоит активирована, то вы будете получать рекламу по вашим интересам. То есть, если вы интересуетесь чаще всего машинами, то вам будет высвечиваться реклама про машины. Если же галочку убираем, то вы будете всё подряд получать. Абсолютно любую рекламу. И одежда, и обувь, и компьютеры. То есть, всё подряд, всё, что только можно. Но я эту галочку себя оставляю. Вы уже решите для себя, нужно вам отключать её или нет. Дальше возвращаемся немножко. И заходим в вызовы и сообщения. И здесь есть пункт «Получать сервисные сообщения». «Разрешить коммерческие сообщения в Viber». То есть, это напрямую тоже реклама. То есть, все группы, которые есть в Viber, можно назвать коммерцией. То есть, кто-то заплатил какой-то группе Viber, чтобы прорекламировать свой продукт. И вы получаете уведомление, что вот, пожалуйста, купи это и это по хорошей цене. Это реклама. То есть, мы её отключаем. Далее возвращаемся. И заходим в «Данные и мультимедиа». И смотрите, по умолчанию у меня стоят везде галочки. Я вам порекомендую отключить полностью все галочки, которые здесь. Вы можете почитать, что за что отвечает, но вот скажу, зачем их отключать. Потому что автоматически всё, что приходит в Viber, допустим, какая-то картинка, вас поздравили, какой-то смешной смайлик прислали, просто какое-то видео в группу скинули, оно всё автоматически загружается в вашу галерею. То есть, кроме того, что вы даже можете не читать и не открывать его, но оно, когда есть доступ к интернету, всё загружается и сохраняется в вашей галерее, тем самым забивая вашу память. У вас стоит здесь автозагрузка, как вы видите, автозагрузка по Wi-Fi, проигрывание автоматически. И вот, смотрите, сохранять в галерею. Если мы всё это подключаем, то всё, что приходит в Viber, оно не будет сохраняться в память телефона. И то, что вам нужно будет сохранить, допустим, если вы хотите сохранить какое-то видео или картинку, то вы самостоятельно сможете нажать и сохранить. В этом проблем, думаю, никаких не будет. И, кстати, здесь есть тоже загружается качество фотографии. У меня стоит хорошее, но здесь можно выбрать и отличные, нормальные. То есть, тут уже в зависимости от вашего интернета, от количества мегабайт, которые вам доступны, у меня сейчас стоит среднее. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!